Боже мой, что это? БТС Соберем дом из потерянных посылок Ты знаешь, что с этим делать? Я не понимаю, что это Это хорошая находка Это вообще какой-то дешманский Ребенка нету, но есть фунтик Это похоже на квадрокоптер Итак, друзья, внимание В этой коробке находятся потерянные посылки с Алиэкспресс Которые я заказала на Авито Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша И кажется, рубрика «Потерянные посылки» Медленно, но верно возвращается в наши жизни А все потому, что на Авито я нашла очень интересное объявление С потерянными посылками с Алиэкспресс В общем, эта коробочка стоит 25 тысяч рублей И объявление звучало так Лот с товарами Алиэкспресс Было приложено очень много фотографий С огромной коробкой Ну, коробка, на самом деле, чуть поменьше пришла Чем нам тут на фотографии обещали И было достаточно объемное информативное объявление Которое звучит так Продаются партии товаров техники с Алиэкспресс Возвращенные предыдущими покупателями И оставшиеся на территории России А также товары, которые не были забраны в пункте выдачи Сборный лот техники Лотов много По содержимому, например, от 80 до 120 единиц При этом, когда я написала Уточнить, сколько будет товаров Мне написали где-то 30-35 в коробке Окей Лоты не вскрыты И все товары поштучны из различных категорий Общая рыночная стоимость составляет примерно 75-100 тысяч рублей Цена на лот установлена на основе средних цен Алиэкспресс И с учетом нашей скидки она составляет 25 тысяч рублей Имейте в виду, что присутствует процент брака Который составляет около 15% Рекомендуем для дальнейшей работы с нашими товарами Иметь мастера по ремонту Или же отремонтировать самостоятельно В состав лота входят товары из категории инструменты Красота и здоровье Квадрокоптеры Спасибо, что не квадрокоптеры Автотовары Товары для дома Камеры и видеонаблюдения Личная встреча и доставка по всей России Перед отправкой мы предоставим перечень товаров в лоте Перечень товаров мне на самом деле никто не предоставил Но я его и не запрашивала Думаю, ладно, пускай это будет абсолютным для меня сюрпризом Хотя, наверное, они изначально должны были его предоставить Без моего напоминания На самом деле продавец был очень отзывчивый У нас там были какие-то проблемы с отправкой Мне пришлось переоформлять заказ Все в целом прошло успешно Удачно я забирала вздек, насколько я помню И вот такую вот огромную коробку Собственно говоря, получила Тут даже написано лот 25 кг Но при этом, что самое интересное Физически, фактически вес этой коробки не 25 кг, а 20 Поверьте на слово Здесь была прикреплена большая такая номенклатура На которой были написаны там все данные Отправители, получатели и так далее И вес Вес 20 кг Ну что ж, друзья, буду рада, если вы уже прямо сейчас поставите лайк Ведь я читала ваши комментарии по поводу того, что вы соскучились по потерянным посылкам Я их очень долго искала, где можно, собственно говоря, найти, нашла И вот я говорю эти слова Большая распаковка потерянных посылок с Алиэкспресс Входят в чатик, так что Ну погнали Вот вы представляете, прямо сейчас я уже ножичком все это вскрываю Мне, честно говоря, даже немножечко волнительно И что мы видим? И видим мы здесь почему-то рандомные коробки с почты России Рандомные товары распечатанные Я потому что представляла, что тут будут просто пакеты с Алиэкспресс Но я думаю, все знают, как выглядят посылки с Алиэкспресс Это не очень похоже на посылки с Алиэкспресс Ну ладно, давайте просто достанем первый товар И это, боже мой, что это? Это манекен без головы Безголовое туловище человека Слушайте, это, оказывается, так и должно быть Потому что, судя по этой этикетке Голову нигде этот человек не потерял Это действительно манекен с разными руками С разными стопами и без головы Что самое интересное, стоп у него одного вида У него руки разные В кулачках, два кулачка Сжатые кулачки То есть в те кулачки можно было что-то вставить Как видите, они с местом, да, для чего-то Тут такого нет Вот такие ладошки, которые типа жмут руку Ладошки, которые куда-то указывают указательным пальцем И у самого манекена уже надеты какие-то ладошки Ну, обычные, то есть в свободном положении Он тяжелый Не знаю, зачем это может понадобиться Я впервые в жизни такое вижу Это очень странно Пожалуйста, напишите в комментариях, кто знает, зачем это нужно Либо же свои предположения Меня пугает тот факт, что здесь нет головы Я думаю, отдельно покупают Возможно, да Это какой-то сборный конструктор Может быть, это какой-то суперизвестный бренд Просто я об этом не знаю И действительно, ты покупаешь отдельно голову Суперизвестный флам Факт Ребят, совершенно случайно Ну, чисто, знаете, ради интереса решила найти на Алиэкспресс Сколько стоит вот эта штука И не зря Вы просто посмотрите Стоит он практически 5000 рублей Это модель мышечного тела Масштабе 1.6 для фигурки 12 дюймов Отзывов, конечно, тут нету Но в любом случае Вещь-то дорогостоящая Как думаете, зачем это надо? Для какой фигурки? О чей очарование? А на улице становится холодно БрррррррррррррR Погода тускнеет На душе На зло скрипут кошки Вот тебе и очарование Отвратительное чувство Так и хочется впасть в спячку А не вот это вот все Ощущение, как в том мультике То лапы ломит, то хвост отваливается Маша, какие лапы? Какой рост? Ты чего? Чем бы противостоять этой унылой осенней хандре? Уже и на свежем воздухе подышала. И время хобби уделила. И даже режим сна восстановила. Есть идеи? Мне кажется, тебе нужны новые эмоции. Ну, конечно, позитивные изменения для позитивного настроения. Добавить ярких красок в скучный осенний будень поможет Озонбанк. Дайсон, айфон, 1 миллион на шопинг. И это еще не весь список призов, которые разыгрывают за покупки по карте Озонбанка. Схема участия простая. Отправляйте карту Озонбанка пластиковую или виртуальную. Активируйте кнопку участвовать на странице акций. И оплачивайте любые покупки до 4 октября в любимых магазинах, кафе, ресторанах или онлайн вне Озон. Глаза просто разбегаются от количества призов. Надеюсь, удача будет на моей стороне. Миллион на шопинг, то, что точно поможет мне в борьбе с осенней хандрой. Но и это еще не все. Ого, ничего себе! 100 молодых конус, я призов за покупки! Для клиентов банка сейчас доступна программа лояльности товара на Озон за 1 рубль. Подключайте ее на сайте или в приложении, оплачивайте покупки вне Озон и получайте товары известных брендов за 1 рубль. Больше покупок по карте Озонбанка, больше товаров за 1 рубль будет доступно. Баксик, ты слышал? Всего за 1 рубль! Ого, ничего себе! Маш, а мне можешь тоже что-нибудь купить за 1 рубль? Конечно, товара хватит на всех! Не упускайте такой клевый шанс выгодно закупиться и выиграть классные призы. Переходите по ссылке в описании, оформляйте свою выгодную карту Озонбанка, получайте миллионы товаров за 1 рубль за покупки и участвуйте в розыгрыше призов на 10 миллионов рублей. А я не тратю время и уже участвую. Я так подумала, что если тут будет 30 товаров, то в среднем цена товара получится где-то 1000 рублей. 25-30 нам обещали. Давайте открывать следующую позицию. Здесь у нас коробка с Почты России, УФПС, Санкт-Петербургская и Ленинградская область. Представляете, тут даже сохранены данные получателя Алиэкспресс действительно. Вот это странно, я могу по этому номеру позвонить. Тут даже мы это, конечно, все заблюрим. Здесь, чтобы вы понимали, есть полностью адрес доставки, фамилия и отчество получательное, в общем, все в лучших традициях. Ура! Какие-то провода. Manual Instruction. Go Boost. Смотри, тут есть Wi-Fi и связь с телефоном. Ты знаешь, что это? Не знаю. Нет, ну вдруг как бы ты шаришь за... Усилитель сигнала. Слушайте, если это усилитель сигнала, это супер. В общем, какая-то интересная вещь, которая работает просто от электричества. Go Boost. Ну, давай просто попробуем загуглить. Mobile. Усилитель сотовой связи, реально. Вы представляете, только я не могу понять, какая это модель BTS. Просто за BTS можно поставить лайк. Стоит он 1800 рублей, кстати говоря. Тут даже есть целый магазин Go Boost Tour на Алиэкспресс. А, слушай, средняя цена 5000. Такого размера. Именно такой, как у нас, я не могу найти. Наверное, самый-самый дешевый будет. Вот он. Цена 5000 рублей. Представляешь? За 25-то, конечно, коробку купила. Офигеть. Но я даже не верила, что я смогу найти здесь что-то более-менее адекватно хорошее, что стоит 5000 рублей. И я даже скриншот сделаю. Я надеюсь, тут полный комплект, и это все работает. Потому что, ну, в нашей деревне усилитель сотовой связи, это демо хорошее. Наверное, это вся коробка. Я тоже так думаю, что здесь все комплектующие. Тут видишь всякие провода. На машину прикреплю. Это усилитель сигнала в виде гриба. Здесь еще есть какие-то девайсы интересные. Антенна, которая похожа на батарею. Также есть крепеж. И, внимание, изолента. Мы недавно чинили горячий пол в доме, и у нас не было изоленты. Меня услышала вселенная, у нас теперь в доме есть изолента. И огромный шмат какого-то толстого провода. Но я могу сказать, что это хорошая находка. Очевидно, не всем нужная, но даже теоретически ее возможность, она работает, можно продать. Правильно? Правильно. Здесь есть очень много одинаковых коробок. Я их, наверное, сейчас все достану. Наверное, эти как они называют. Это типа Mi Band. Называется Smart Brasslet. Раз, два, три, четыре, пять. Они называются пять, и их пять нам положили. Вот знаете, мы заказывали различные мистерри боксы с Вайлбрис, с Авито. И в каждом почти мистерри боксе были такие часы. Я так понимаю, они стоят сущие копейки. Надеюсь, работают. Они никогда не работают. Они никогда не работают. Ну, тут хотя бы зарядку в комплекте положили. Она не всегда бывает даже. Ох, ладно. История, конечно, интересная, но будем считать эти часы. Рублей по 200. Куклу посчитаем за 500 рублей. Не в плюсе пока что. Мы где-то на 6500 уже идем. Опа! Следующая позиция это катушка. Спиннер. Это спиннер даже, да, называется? Не знаю. Средство для того, чтобы ловить рыбу, которая надевается на удочку. И, судя по внешнему виду, не самого плохого качества. 0,35 на 180 миллиметров G3 High Boy. Выглядит как будто премиально. Я согласна, да. Хорошо, что у меня есть соседка, которая увлекается рыбой. Могу подарить ей. И она как раз таки скажет цены. Увлекается рыбой. Слушай, ну я хочу ее найти. Слушай, прям ее нашла. Один в один. Стоит 1200. Ну норм. Шпуля 5000, между прочим. Вам это о чем-то говорит? Очень здесь есть большая коробка. Очень тяжелая. Вот так выглядит. Мне кажется, там какой-то смеситель. Да, там смеситель. Вау! Походу у нас будет новый смеситель. Соберем дом из потерянных посылок. Слушайте, бизнес придумала. Покупаем пустой дом, заказываем потерянные посылки, смеситель, усилитель связи. Все есть. Продаем потом план. Ну, в общем, это обычный смеситель душевой. Бренд называется Алиния. Мы его сейчас тоже загуглим, сколько он стоит. Но есть такой бренд. Но конкретно этот смеситель я пока что не нашла. Ну, мне легче на Азоне найти. Короче говоря, нашла максимально похожий. Практически один в один стоит 2300. Но тот же бренд. Возможно, чуть-чуть лейка другая. Единственное отличие, а так просто идентично. Считайте, пожалуйста, нашу прибыль. Запакована, перепаковано, заклеена, переклеена. Фунтик уверен более чем, что тебе точно пригодится то, что находится в этой коробке. Походу какое-то стекло. Attention. Это экран как какого-то нуту. Electrostatic sensitive devices. Сейчас давай отклеим наклейку, посмотрим, что там за бренд. Huawei! Офигеть! Что, ты знаешь, что с этим делать? Тупо экран. Тут вот все микросхемы, которые, мне кажется, я уже там залапала. И не дай бог, там что-то какой-то жирочек попал и все. Знаете, что самое стрёмное? Что здесь нет вообще никаких опознавательных знаков? На какую это модель? И на самом экране, конечно же, тоже нет никаких цифр, букв. Но это даже, ну, никак не продашь. Надо узнать. А как ты это узнаешь? Там ничего не подписано. Он просто существует. Надеюсь, наш уважаемый монтажер немножечко озадачится и попробует найти плюс-минус цену на этот девайс. И вам здесь напишет. Next. Ставлю на то, что здесь массажер. Очень похоже. Квадрокоптер. Ну, такой. Дрон-про. Его надо собирать. Тут даже крылья как-то отдельно лежат. У нас есть пульт управления. Сейчас просто так на дроне не полетаешь. Ну, дома можно запустить. В комнате. Батарейки, скорее всего. Сам дрон. А, он уже сборный. Окей. То есть, тут две запасные батарейки и одна батарейка уже вставлена. Я вообще, друзья, с этой техникой не в ладах. Я с ней не дружу. В принципе, тут как будто бы даже полный комплект. Даже есть запасные лопасти. Инструкция. Сюда вставляешь телефон и погнали. Погнали смотреть. Красоты свои. Постараемся запустить. Если у нас получилось, ставим вам здесь кадр. Работает, не работает. Если кадра нету, значит не работает. У нас ничего не получилось. Итак, друзья, мы вроде бы как разобрались, как работает данный квадрокоптер. И он работает. Фуня, Фуня. Собственно говоря, пришел квадрокобер, квадродобер. Квадробер. Мешает запуск квадрокоптера делать. Попытка номер два. Запускаем. Полетели. Ну, это очень опасная вещь. Мы просто не хотим его на улице запускать. Поэтому пытаемся дома запустить. Но он работает. Это факт. Работающая вещь. Одна из немногих спойлеров в этом боксе. Фуня, смотри, какая большая птичка дома. Да? Классно? Большая муха. Такой пульт. Такая муха. Такой Фунчик. Все отпускаем, он подрез. Поняла? Да, да. Резко. А, нет, все, поднялся, видимо. Сейчас написано. Сейчас, давай, пробуем? Давай. Он поднимается. О, нет. Мне не хочется натягивать новые потолки. Завидую спокойствию Фунтика. Он просто его не замечает. Твоя оценка данного мероприятия. Как тебе данный квадрокоптер? Есть и 10. Слышали? На десяточку тянет. Кажется, я знаю, что это. Это дозатор для мыла. Наконец-таки какая-то суперполезная вещь, которую можно хотя бы дома использовать. И даже, возможно, это Xiaomi. Четыре батарейки какой-то, он весь супергрязный. Ой, мне кажется, он не заработает. Вы посмотрите, там все заржавело. Там все черное, и вот здесь все грязное. Вероятнее всего, это был какой-то возврат. Была, не была, давай попробуем. Но там все в ржавчине. Тогда не будем. Даже пробовать? Ну, это печально, потому что я такую штуку всегда хотела. У нас ее никогда не было. Видимо, не будет. Вот он, процент брака. Я хочу открыть вот эту огромную коробку. Владимирская область. Она, между прочим, была вскрыта. Знаете, в объявлении было написано, что было не вскрыто. А тут половина товара вскрыта. Это печально. Это как-то вот грустно. Если бы этого не написали, я бы не обращала на это внимания. Провода. Это еще один усилитель, что ли? Потому что тут еще один грипп. Тут антенна уже, извините меня, помощнее. Как работает вселенная? Денис мне говорил, Маша, давай мы установим усилитель на автомобиль. Но они, правда, немножко другие. Потому что мы часто бываем вне города, за областью. И тут часто не ловит связь. Прямо очень часто бывают такие моменты. Ну вот придется тебе колхозить эти усилители и устанавливать на машину. Просто будем ехать вот с такой вот штукой. Крепление. И тут, видимо, сам усилитель. Кстати, нет, он другой. Цифры другие. Вообще по-другому выглядят. Тебе может быть кажется, что он такой же, но совершенно иной. Цифры другие, модель другая. Даже как будто производитель другой. Печальная история. Этот дешевле оказался. 2 300 всего. То есть тот-то получше был. Это вообще какой-то дешманский. Большие не значит хорошие. Я достаю из широких штанин. Да, кстати, здесь очень много всяких мелких товаров. Я думаю, даже будет больше 30. Следующая коробка называется подофо. Очень грязная. Видно, что распакованная, поюзанная. Снова какая-то техника. Это видеорегистратор. 1080. И тут различные прибамбасики, чтобы его подключить к автомобилю. В том числе и вот провод к прикуривателю, держатель и USB. Я думаю, цена 1000 рублей максимум. Ну ладно, 2, потому что видно, что... Да нет. Думаешь, хороший будет? Красавец. 800 рублей ставлю. Подофо-стор. Это целый магазин на Алиэкспресс. Они всякие еще мультимедийки продают. Ассортимент просто нереальный. Всякие экранчики, коробочки. Чему-то мне выдают магнитолы. Но нету видеорегистратора. Не с рукой, какая модель нарисована? Да нету, Денис. Ты такой умный. Короче, средняя цена, где-то 1700. Я один в один не могу найти. Но там 1300, 1700. Дешмань. Это определенно подарок, о котором я мечтала. Это какие-то стики. Возможно, в автомобиль. Вот подарок моей мечты. Pool to adjust. И пул не происходит. Нужно раскрутить, чтобы надеть. А оно не раскручивается. Короче, это такой шлем-окуляр, чтобы смотреть какие-то мелкие детали. Но на мою голову не надевается, потому что вот этот механизм, он здесь, к сожалению, не работает, знаете, как у какого-то шлема. Он должен крутиться и расширяться. В общем, это надевается вот так и смотрится что-то очень маленькое. Увеличивает в полтора раза вот это стекло. Вот это стекло, к сожалению, не написано, во сколько увеличивает. А еще тут есть свет. Но нужна батарейка. С вот этой стороны она должна вставляться. Тоже все очень какое-то грязное. Не уверена, что рабочее. Но надеюсь, что рабочее. Больше меня волнует тот факт, что я не могу вот это вот все дело раскрутить и надеть. Born for Sports. Тоже у нас тут рожден для спорта. Наушники. А зарядка к ним? Зарядки нету, но зато зачем-то беруши положили. Думаешь, настолько они будут плохо играть, что пойдет кровь из ушей? Такие вот наушники, которые, кстати говоря, не вставляются в уши. Да, я так понимаю. И причем у них зарядка вот такого формата странная. И ее нету. То есть, вероятнее всего, они и не работают. Их и не зарядить, и не проверить. Ну, короче, выброс прям. Но вряд ли мы тут найдем такие же наушники с такой же зарядкой. Чехол на телефон без указания модели. Похож на, наверное, на Huawei. Вот. Хотя бы более-менее какая-то интересная вещь. Smart Start System. Вы понимаете, это система для умного запуска автомобиля. Плюс просто ключ зажигания. С ключами, понимаете? Практически автомобиль нашли. А я на превью поставлю. Нашла ключ от автомобиля. Ладно, таким мы с вами заниматься не будем. Здесь у нас два ключа зажигания. Кнопочка, которую выводят. Я просто не понимаю, как это можно... Получается, да, получается? Нет, почему не так? Как-то устанавливается. Ну, вот это, мне кажется, стоит хотя бы каких-то более-менее хороших денег. Попробуем искать. А вообще даже не найти, понимаешь? Smart System. Вот что это такое? Снова по три. Девочки, мальчики. Ну, не хухры-мухры. 4 500 прайс данного комплекта. Вроде бы он. Один в один. Их очень много похоже. Вот этот максимальный. Еще один чехол от неизвестного телефона. Я так понимаю, это у нас будут стекла. Стекло на какой-то телефон. Написано, К80. Тут очень много хлама. Допустим, вот такой еще есть чехол Зайка. Как будто бы на очень старый айфон. Вот хотя бы собака у меня порадуется, да? Смотри, какие ушки. Смотри, Фунтика, какие ушки. Это на айфон 5. У меня айфон 5 был 10 лет назад, когда я познакомилась с Денисом. Фунтик, уже айфон 16, а это на айфон 5 чехол. Ты представляешь, куда прогресс прошел? А этот чехол не прошел. Хочешь получить? Ты хочешь получить этот чехол? Нет, нельзя. А ты сядешь? А лапку мне дашь? Молодец, забирай. Что-то полезное мы нашли. Еще один чехол. Еще один чехол на Samsung Galaxy S7. Это же где они такое отрыли? Это же тоже просто старье-старье. Кожаный что ли? Пченый колбасой у меня. Это диск для циркулярной пилы. Реально? Боже мой, нет. Это знаете что? Это какая-то запчасть на велосипед. Норм? Я так думаю, что она даже хорошего качества. Но на велик что-то найти я вообще не ожидала. Типа электроника, а при чем тут велик вообще? Трафарет? Я не понимаю, что это. Нет, я знала, что будет много всякого хлама. Но тут такой хлам, который, знаете, даже в голове не может. Мысль промелькнуть, что вот что-то такое будет в потерянных посылках. Что это? Какая-то прохладка. Возможно, тоже для велосипеда. Тебе нравится? Главное, что ему нравится. Далее мы с вами находим чехол на S24 Ultra. Уже свежечок. То есть, по-моему, Galaxy S24 это новая модель. Походу, даже я знаю, кому это можно подарить, если я в модели не ошибаюсь. Даже бренд какой-то Banks. Что-то типа около премиального для Алиэкспресса. Когда чехлы закончатся? Чтобы понимали, еще миллион чехлов. Следующий чехол у нас от бренда T-Class на мини-iPad. Нет, это не на мини-iPad, это что-то на P80. Может быть, это Huawei какой-то P80. Письмо Пандоры. Baby, football print. Delivery address. Дилара. Какой-то Дилари в Санкт-Петербург. Должно было быть отправлено 5 позиций. Я вообще в шоке, что вот так вот разглашаются данные. Тут номер телефона есть. А тут у нас носочки. Походу, детские. Ну, такое мы даже с вами считать не будем. Извините, это у меня детские ажурные носочки. Еще один чехол. О, iPhone 13 Pro Max. Такое у нас дома есть. Такое можем использовать. Норм. О, неужели? Powerbank. С милым зайкой. Провод даже в комплекте есть. Очень тяжелый Powerbank. Сколько миллиампер часов? Самое главное не написали. Здесь куча всякой разной информации, что он и для телефона, и для ноутбука, и что он там только не зарядит. Но, видимо, миллиампер часов там очень мало что не написано. 10 тысяч. Вы представляете, насколько это древний Powerbank, что здесь USB и microUSB? То есть, от USB он заряжает, а заряжается он от microUSB. Динозавр. Знаете, что самое интересное? Что я буду потом делать со всем этим хламом? Наушники. А ответ, как всегда, кстати говоря, прост. То же, что и всегда. Вот как вы думаете, что я с этим делаю? Слушай, наушники нормальные. Тебе можно их вставить для того, чтобы слушать камеру. Потому что это 3,5 Jack. Это Lenovo наушники. Слушай, они прям чувствуются, что они такие как будто бы хорошие. Денис иногда использует такие наушники во время записи видео, чтобы послушать, насколько хорошо идет звук с петлички. Идет ли он вообще? Хлам. Это хлам? Это не оригинал? Это не оригинальные наушники Lenovo. Наушники забраковали. Airy Dress. Нет, у меня много вопросов. Я покупала лот с товарами с техникой. Подождите, возможно, я ошибаюсь. Инструменты, красота и здоровье, квадрокоптеры, автотовары, товары для дома, камеры, видеонаблюдение. Ну вот красота и здоровье, да? Это может быть какая-то техника для красоты и здоровья. А при чем здесь платье? Это похоже на технику, это похоже на квадрокоптер, это похоже на какой-то массажер для красоты. Платье, кстати, оно неплохое, классическое такое, с цветочками. Размер 2XL. Знаете, я думала, что, блин, прикольно. У этого человека еще появились мистери-боксы у этого продавца. Думаю, закажу. Хорошо, что не заказала. Хорошо, что не дернулась рука. Еще немножечко одежды, которой здесь не должно было быть. Tendency. Вот такое Tendency платье. Размер 16, ну где-то 54, наверное. Кстати, приятное платье по материалу, да? Ищем плюсики. На лето прям, наверное, будет супер. И цвет красивый. Какой-то уже у нас шейн пошел. Там очень много одежды, там много таких пакетов на самом деле. Тоже бренд Tendency. Наверное, это прям такой хороший бренд Aliexpress. И тут у нас футболка не абы какая, а с вот такой вот финтифлюшинкой. С таким вот изюмом сверху. Тоже материал приятный. Это полиэстер. Качество, кстати, вообще неплохое одежда. Ну, типа, прям не совсем шурпотреб. Особенно, если это вещи действительно с Aliexpress. Для вещей с Aliexpress это прям очень даже хорошо. Но, блин, я покупала лот с техникой. Причем здесь вообще одежда, я не понимаю. Еще одежда. А все пакеты одинаковые, заметьте. Все один магазин. Такой вот лонгслифт с цветочками. Я бы даже его, наверное, себе оставила, но немножко большой. Я хочу найти плюсы. Сыто посмотрите, как хорошо. Помните распаковки с Aliexpress, да? Прям хорошие швы. Душа радуется, что вещи-то неплохие. Но вопросов больше. Еще одна шмотка. Здесь вообще как будто какой-то костюм. В размере L у нас такое вот полосатое платье с рюшками. Я недоумеваю. Тенденции. У меня тенденции головного мозга сегодня будет. Слушай, это что-то очень приятное. Это что-то такое вот тактильное. Это еще одно платье из приятной ткани. Можно дома в нем ходить. Такой, знаете, прям приятный хороший трикотажик. А-ля белорусский трикотаж. Ты его потрогай. Прям такой дышащий. Для дома идеальный цвет хороший. Девочки, мое авито пополнится. Ладно, шучу. Там капец сколько шмотя, чтобы вы понимали. Там еще пакетов с одеждой. Ну, штук пять как минимум. Ауф. Волка заказывали. А-а-а, черная кошка. Погоди немножко. Фунь, смотри. Это же ты. Фуня. Смотри, какая кошечка. Клевая. Такой вот лендслив с черной кошечкой. Почти как черный волк. Next. Тут у нас что-то рыжее. Прям стиль осени. Тыковка стайл. Очередное платье. Кстати, на этот раз маленького размера. С-очка. Осень. Маленького подняла, да? Просто с языка снял. Он еще такой тяжелый. Вау. Для дам с объемами. Размер XXL. Чуть-чуть великоват. Для тех, у кого есть что положить. Я к таким не отношусь. Есть на что натянуть. Слушай, ну хорошего тоже качества купальники. Я сейчас без каких-то, да, там шуток говорю, прибуток. Реально. Вы посмотрите, как все прошито. То есть запоминаем бренд. Tendency. Tendency делает хорошо. Цвет мне не очень нравится. Ну не тенденции ни разу. А вот качество. Ну лайк вы посмотрите. Там нитки даже не торчат. Там все идеально прошито. Там все просто ниточка каждая убрана. Строчка к строчечке. Кто-то явно любил цветочный принт, потому что это очередное платье. Либо блузка в цветочек в размере 3XL. Тоже приятный материал. Он такой, знаете, охлаждающий, полиэстер, все дела. Мне даже расцветка нравится. Красивая. Вот знаете, иногда мне приходят интересные мысли в голову. А что если мне тоже собирать какие-нибудь мистерибоксы и продавать их на Авито? Это у нас платье для ребенка на 9-12 месяцев. Я так понимаю, что там на этикетке написано. Красивая, кстати говоря, по расцветке. Мне нравится. Ребенка нету, но есть фунтик. Он как раз по размеру, мне кажется, идеально подойдет. Ты будешь в Тенденси сегодня? Ой-ой-ой, да-да-да. О, идеально. Девочки, по-моему, фунтик принцесса. Тебе нравится фунт? Ну все, носи с удовольствием. А главное, как этот цвет оттеняет цвет твоей шерсти, понимаешь? Знаете, я так соскучилась по распаковке с шейн, что вот, кажется, сегодня я немножечко восполнила эту недосдачу. Такая футболка на ребенка 11-12 лет. Футболка тоже по качеству супер. Хороший трикотажик, аккуратный принт и аккуратное изделие. Лайк. Когда одежда закончится? Сколько ее тут много. Ой, ну мне вот это нравится. Вот это я даже, может быть, себе оставлю. Смотрите, какой сарафан в размере М с какими красивыми бабочками. Девочки, и длина какая потрясающая. Ну просто, жалко ли это уже закончилось. Потому что сарафан, ну просто имба. Давайте уже какую-нибудь коробку откроем. Я уже не могу от этой одежды. Там она еще есть. Да, да, тут почти все распаковано. Клево. Знаете, что это? Это набор ножей. Я потеряла как раз-таки свой нож в этом бархле. Будем пользоваться. Нож большой. Слушай, а они типа керамические, да? Это не железо. Это железо? Почему они черные? Просто покрашенные. Так это вся краска будет в виду попадать. Ну да. Блин, это такой бред. Не здорово. Окей. Раз, два, три, четыре. Это нож для хлеба. Вот я его себе оставлю. Пять и вот шесть. Шесть ножей. Все они черные. Я думаю, такой набор стоит порядка тысяч рублей. Видела подобные на разных маркетплейсах. Там Азон, Алиэкспресс и т.д. Я бы его себе оставила, если бы они были обычного цвета, серебряного, но крашеные. Next. Посылка для Борисовой Нины из Московской области. Я не могу перестать удивляться тому, что здесь есть данные. Недозвон написано. Нина заказала... Фонарь? Вот такой огромный фонарь. И не забрала его. Не знаю. Есть еще крепление для такого фонаря. Мне кажется, это даже не просто фонарь, а какой-то прожектор. Мы сегодня соберем точно велосипед. Педали? Да, это педали для велосипеда. Металлические. Хорошие. Променат, между прочим, бренд. Ой, сори. Промент. У меня большая надежда на эту коробку, потому что это единственное, что внушает какое-то доверие и интерес. Денис, пожалуйста, внимание. Просто не моргай. Опять лампа мигает. Это какой-то огромный фонарь. Я на машину повешу. Уличный. Это потому что в автомобиль? Конечно. Это автомобильный фонарь? 100%. Сверху, пожалуйста. Закажи еще два таких дополнительно и будем ехать и освещать все вокруг, чтобы сразу видно, что мы едем. Сейчас как раз темное время суток начинается. Ну, вон там все для машины. Вот, полный комплект. Можно, как говорится, что-то с этим сделать. High Quality Automotive Emergency Power Bank. Почти целый автомобиль. Это что? Это стартер для автомобиля? Ой, выстрои. Вау, девочки. Я даже знаю, что это такое. Это если машинка, ну, сдохла. Такую штучку берешь и тых-тых, тут кабелечки должны быть. Вот они. Они есть. Актуально, когда очень холодно. Ну, и когда не холодно тоже бывает. Мультифункцион джаб стартер. Вещь, наверное, хорошая. Сейчас попробую найти, сколько стоит. Офигеть. Как ты думаешь, сколько стоит? Я прям нашла один в один. 500, наверное. Стоит 4200. Вставляете? 4200. Далее у нас тут очень много шматья. И какой-то странный агрегат. Давайте посмотрим на шматье. Для самых модных джинсов. Такой вот красивой вставочкой. Для самых модных. Нравится ли вам вот это? Ну, наверное, летом хорошо, чтобы проветривалось, чтобы жарко не было. Еще одно платье в размере M. С длинным рукавом. Длины макси. С цветочным принтом снизу изделия. Вот такое. Боже мой. Ну, неужели что-то хотя бы под сезон? Свитерок. Для осенних, хмурых дней. Слушай, ну, такой тут интересный, конечно, дизайн. Джемпер с сердечками. С рюшами. Ну, достаточно, кстати говоря, мягкий. Вроде даже не колется. Немножко махровый, махеровый, пушистый. Ну, и цвет, конечно, интересный. Очень много у него изюма и рюши, и сердца прям перебор. И еще один свитер. Мне кажется, это будет самая хорошая вещь из всей этой коробки. Самая хорошая вещь была у Фунички, да. Платье ему очень идет. Спасибо за внимание. Прежде всего говоря, встречайте свитер, который выглядит более-менее базово. Ну, да, он полосатый. Он из достаточно крупной вязки. Но он неплохой. Его прям можно носить прям спокойно. Хоть что-то нормальное. Да, такая обычная вещь. Вот без всяких там излишеств. Да, я тяжело вздохнула. Слушай, тут розетка не наша. Переходник нужен. Какой-то агрегат. Кто-то мне подсказывает, что это что-то для нанесения, может быть, каких-то красок. Вот сюда вставляется баллон с краской. Как-то что-то распределяется. Потому что оно это пистолет. Здесь есть кнопка. Уважаемые подписчики. Оно еще вот так вот джампит. Я уверена, что среди вас, среди зрителей найдется кто-то, кто объяснит, что это такое. Пожалуйста, объясните, что это такое. Мне просто интересно знать, для чего эта вещь. Вообще, зачем ее используют. Сколько она может стоить. Последнее. Ток, держень, фрезы. 2000 рублей. По-моему, это не с Алиэкспресса, из какого-то рандомного магазина. Мы либо пытались сделать видимость, что это из какого-то магазина. Тут даже чей-то волос есть, чтобы вы понимали. Я его только что вот так вот подергала. Не знаю, мне почему-то стрёмно это открывать. Ну вот. Вот такая штучка. Тяжелая, безумная. Я не знаю, что это, но она очень тяжелая. Мне кажется, это какая-то даже опасная вещь. Я не понимаю, что это. Мне кажется, мое лицо сейчас вот просто в того хули. Она еще не полностью. Смотрите, здесь какая-то одна маленькая фигня лежит. И здесь какие-то маленькие фигнюшки. Я не понимаю, что это такое. Такие цифры написаны. Это все воняет. Ну, какой-то техникой что-то около того. Пожалуйста, представляем вашему вниманию. Какие-то штучки с номерами NC-3020. И они все одинаковые. Вот что ты думаешь это? А здесь такая штучка одна. Если там они были золотые, то тут она просто черная и без номера. Я не знаю, что это такое. И Денис тоже не знает, что это такое. В общем, мы не знаем, что это такое. Соб мы знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. Что хочу сказать. Это худшая посылка, которую я покупала в своей жизни. Безусловно, даже если так посчитать. Возможно, мы не сильно в минусе, а даже где-то в плюсе. Там монтажер считал, что старался. Одежду вообще считать не хочу. Ну, каждая вещь 100 рублей. Ну, реально. Я покупала потерянные посылки с техникой. Причем здесь вообще одежда, я не понимаю. Чехлы. Ну, каждый по 50 рублей максимум. Слов нету. Потерянные 25 тысяч рублей. Хорошо, что хотя бы я могу снять об этом видео. Потому что, если бы не это видео, я бы просто не заказывала этот хлам. Я не понимаю, кто может заказать такое для последующей перепродажи на Авито. Потому что с этой целью и продаются подобные лоты на Авито. Типа, вы покупаете этот бокс, распаковываете вот это все. И потом, якобы, продаете вот эти товары на Авито. И навариваетесь на этом. Ну, как вы на этом можете навариться? Вы даже, наверное, вровень с затратами не выйдете. Не то, чтобы наваритесь. Какие 70-80 тысяч? О чем вы вообще? Там на туль так было написано. Да. Чем ты меня слушал? Вот он, мой главный подписчик, который не слушает. Это прям очень все печально. Лучше бы я купила Мистери Бокс из ЦУМа за 120, который тоже есть на Авито. Прям хламье-хламье. От вас не хочется только одного поддержки морально. И можно написать комментарий. Маша, мы с тобой заказываем побольше потерянных посылок. Мы поставим много лайков. И тебе будет весело. Ну, реально, если вы просто лайк на это видео поставите, поделитесь им с кем-нибудь, ну, мне будет очень приятно. Собственно говоря, на этом все. Спасибо всем большое за просмотр. Всех вас люблю. Желаю вам прекрасного настроения. Чем больше лайков, тем больше роликов подобного формата. Увидимся с вами совсем скоро. Будьте здоровы и всем пока.